Всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусное, сытное, ароматное блюдо из серии 2 в 1. Сегодня мы приготовим гречневую кашу с котлетами. Приготовив такое блюдо, вы сразу получите ароматный, вкусный, сытный гарнир и основное блюдо. Для приготовления этого блюда нам понадобится мясной фарш. Подойдет любой фарш из мяса, которое вам нравится. Это может быть говядина, курица или свинина, как у меня. Кроме фарша нам понадобится гречневая крупа, репчатый лук, морковь, яйцо, соль, черный молотый перец, немного муки и немного растительного масла. Готовится это блюдо очень легко. Его приготовление мы начнем с приготовления фарша. Для начала трем лук на крупной терке. Образовавшийся луковый сок нужно слить, нам он не понадобится. Мясной фарш перекладываем в глубокую посуду. Добавляем к нему лук. Яичный белок. Фарш солим и перчим по вкусу. И хорошенечко его вымешиваем. Когда фарш станет гладким и однородным, хорошенечко оббиваем его об дно таза, для того, чтобы фарш насытился кислородом. Фарш готов. Теперь отправляем его в холодильник минут на 15, для того, чтобы фарш настоялся и соединились все вкусы. Пока фарш отдыхает, трем морковь на крупной терке. Мелко нарезаем немного репчатого лука. Фарш отдыхнул. Теперь сформуем котлеты. Понемногу набираем фарш. Формуем котлетки любой формы, которая вам нравится. И обваливаем котлеты в муке. Сформованные котлетки укладываем пока на досточку. Все подготовили, можно приступать к приготовлению блюда. Для начала нам нужно пожарить котлеты. В сковороде на среднем огне разогреваем достаточное для жарки количество растительного масла. Выкладываем котлеты. Накрываем сковороду крышкой и жарим котлеты до румяно-золотистой корочки со всех сторон. Котлетки, естественно, нужно переворачивать во время жарки. Когда котлетки хорошо зарумянятся со всех сторон, перекладываем их на тарелочки. В сковороду отправляем лук и слегка его обжариваем. Как только лучок начнет золотиться, отправляем в сковородку морковь и немного ее пассируем вместе с луком. Когда морковь обмекнет и начнет окрашивать масло в желтый цвет, высыпаем в сковороду гречку. Заливаем гречку горячей водой. Так, чтобы гречка была покрыта водой примерно на сантиметр. Блюдо солим и перчим по вкусу. И подождем, пока вода закипит. Когда вода хорошенечко закипит, убавляем огонь, делаем его чуть-чуть ниже среднего. Сверху выкладываем котлеты. Сковороду накрываем крышкой и готовим кашу в течение 15-20 минут до готовности гречки. Прошло 20 минут, вся вода из каши выпарилась. Выключаем огонь, накрываем снова кашу крышкой и даем настояться ей под крышкой еще минут 5. Через 5 минут кашу можно подавать к столу. Перед подачей на стол блюдо можно посыпать свежей зеленью. Я надеюсь, что вам понравится гречневая каша с котлетами, приготовленная по этому рецепту. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока! Продолжение следует...